ну что друзья всем огромный привет новый выпуск звенника фаната и мы продолжаем нашу игровую тему немножко взбодрим вас позитивным контентом если у нас в гостях андрей ященко новый тренер московского спартака человек мем просто отличный парень технар татуит тату мастер короче легенда короче андрей ященко мне кажется нужно представлять также станет наша команда по пена многие узнают антон радиоуправляемая ракета ну и паша самое главное что все парни валют спартак и сегодня мы будем снимать легкий челлендж футболь на наказание наказание увидите в конце этого выпуска также у нас будет бодрый розыгрыш в этом выпуске поэтому не перематываем смотрим по порядку ставим лайки чисто андрюхи может поставить напишем комментарии но мы начинаем начинаем парни все готовы короче правда будет нас сегодня четыре задания не будет нас штрафных как мы делали с максом очень просто будем угорать лайтовенько поэтому будем поворот первый челлендж мы бьем с любой точке за радиусом этого полукруга у каждого по 2 попытки соответственно мы начинаем начинаем первый гол поехали можно 1 я сказал он там ну что что вам сказать друзья начинаем с уверенной девяточки я думаю что проблем возникнет никаких а что там кто-то кто-то ребят вот так вот и это будет теперь другая девяточка как завещал денис бояринцев главное на силу а там как пойдет мне можно принципе наверно даже в пару раундов теперь пропустить спасибо у меня два два любого дела можно начать красиво поехали это бурлаков это павлюченко помните да он с калинченко надевал маечку когда мы его не выгнали первый раз сегодня не фартит но походу парни после этого выпуска антон больше не боятся чё готов раз два три спокойненько спокойненько как с ними играть у них все получается просто бьют не в попад и вы залетаете по одному у всех нет ну если ты можешь еще пройти вообще оттуда ударить нет ну за радиусом мячик за радиусом все равно не попадешь штанга да считается штанга не считается да первый первый челлендж папен один антон один андрей один ну а у легенды дневников аэто два ребят два и мы переходим да ладно половинка там на тренировке расскажем второй раунд андрей ну вот кубань динамо ханджи спартак тренер спартака знал ли ты мог бы себе представить когда ты играл в премьер-лиге за разные команды что ты в итоге станешь тренером спартака ну последние годы естественно думал что рано или поздно закончишь футболом придется что-то делать и естественно так как ты любишь ответ спорт и отдашься силой 20 сколько-то с лишним лет занимался любимым делом естественно ты в дальнейшем хочешь в этой структуре остаться а то что мне предложили спартаке конечно большим удивлением и большой радостью принял и решил закончить с футболом потому что во мне нуждался главный тренер второй челлендж короче идет навес с фланга и удар с лета мы решили как сделать многие наши друзья которые снимают эти видеоролики забивают отсюда ну кто в тему поймет а мы 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 фанаты мы будем пробовать забивать на тех ворот просто будем кладить соответственно мы будем бить ну не знаю в профессиональном смысле назвать в одну у каждого по две попытки начинать ПП будет хорошая ааааа аааа ну можно окей чё готов раз два три блять ой ой иии долго идешь на мяч Сергей слушайте ну не замкнуть передачу от супердеда нам будет как-то стыдно по этому попробуем umi по мячу надо да ииаа ииаа ииа смott ииаа да вот так да вот так да вот блять да вот так вот блять супер супер справа супер дед не младен, у Андрея Ященко. Заснял? Твои обязанности какие? Помогаю ему в плане, так как я и играл с ними недавно, поэтому я знаю слабые стороны, как психологически, кто устойчив или не устойчив, кто как воспринимает, кому надо объяснять, кому может вообще не надо объяснять. Поэтому Соболев на банке сейчас сидит. Главный тренер Анатолия принимает решение. Слушай, ну о тебе ходит много мемов, в хорошем смысле слова. Это, во-первых, твой незабываемый финт. Потом незабываемая история, когда ты потянул время с Мерчиком. Ну и, собственно, тебе вообще в фанатском нашем сообществе ходят положительные отзывы, положительное мнение. Потому что ты открытый пацан, ты реально такой как душа, стал душой наших болельщиков. Сейчас кто в команде такой заводил, короче? Ну, не знаю, сейчас, наверное, не особо так, пока, наверное, G, может быть, остался так, иностранцы чуть-чуть. Ну, а так, в принципе, в последние годы и я там помогал. И сейчас, в принципе, тоже, знаешь, там, подкалываешь, там, шутишь, еще что-то. Вот, они-то уже ответить не могут, потому что я уже сейчас Олегович. Ты теперь крутой, да? Левел Ап. Да, но я им говорю, типа, между собой может и так. Но они тебя Андрей Олегович или все-таки? Олегович, да. Прям все по-взрослому, да, теперь у вас? Я им сказал спасибо на сборах еще, когда мы были. Я им сказал спасибо за ваши отношения, за ваше уважение. Там, не только ко мне, но и там к штабу, персоналу. Чтобы такими же оставались. Супердед у тебя остался, сейчас нет в команде. Погонял, вот так можно назвать. Супердед. Или это больше фанатская история? Да не, наверное, сейчас фанатская. Изначально же деда я Реброва называл. Ну, ты Реброва, да. Он меня потом как-то что-то... Просто как бы от тебя Супердед, Ребров тоже дед. Вы как два деда, да, то есть, ну, реально два кореша. Правильно же, да, мы понимаем, вы дружите довольно хорошо. Это видно и на футбольном поле, и на видосиках, которые выкладывает клуб. Сейчас ваше отношение осталось таким же дружеским и легким? Или из-за статуса того, что вы стали два тренера, немножко посерьезнее стали относиться друг к другу? Да, не, мы так же были один на один. Понятно, что при коллективе или где-то там на собрании, там, уже посерьезнее. А так, конечно, как шутил, издевался над ним, так же и издеваюсь. Так, ну что ж, с накатикой теперь, да? По пенальти потом? Пенальти под финиш, да. С накатикой ты должна вот такая бочка здесь стоять, накатил, типа и ударил. Что ты думаешь? Забью. Думаю, Спартак чемпион, кстати. Андрю, чувствуется, у тебя опыт есть. В Спартаке играл, чувствуется. Так, ну ладно, перехожу к этой процедуре я. Короче, если сейчас с первого удара без склейки Андрей мне катит и я забиваю, то лично от меня мы разыграем. То лично от меня мы разыграем в нашем телеграм-канале. Я ставлю пятикатку, что ты не забываешь. Пять тысяч рублей. Давай. Принимаешь пятикатку? Да. Все, сейчас на пятикатку. Ага четвертый. Легкие деньги, смотрите, легкие. Ну что делать? Мужик сказал, пацан сказал, пацан сделал. Пять тысяч рублей мы разыграем в телеграм-канале. А где их взять теперь? Пять тысяч рублей мы разыграем в телеграм-канале. Иди как? Брат, давай. Давай. Оп, я в нуля. Маттикрал, да? Я в нуля. Уже хорошо, у меня за три раунда три мяча. В каждом ты отличный. В каждом. Ну чего, нужно повторить гол кучера. Сейчас покажем. Вот. Ну нет, немного не то. Что хочет народ. Подкорректируй. Антоша, прощай. Ну ладно, на пенальти отыграемся. Опять залетают у них такие дураки, конечно. Ну-ка, дай-ка. Мне кажется, передача, конечно, нигде будет. Давай тогда такой финальный закрепляющий вопрос от веселого к более грустному. Насколько я знаю, по слухам из вашей команды, из нашей команды, дошли слухи, что команда и игроки очень сильно, реально очень сильно переживают. Не то, что там фанатов нет на стадионе и, короче, да, все переживают. Ни от одного, ни от одного человека слышали, что реально проблемы и игрокам не хватает, нас на трибуне. Что в команде об этом говорят? По поводу фанатов, естественно, все расстроены, почему нету, не приходят, хотя уже везде все разрешили, ходят, ну, там у них у вас своя там политика. Естественно, не хватает этого ажиотажа, этого ощущения, единства, когда у тебя толпа гонит вперед. Самое главное, наверное, тренерскому штабу тоже еще не хватает, они не почувствовали это. Мы-то уже хоть более-менее знаем, да, но мы это знаем, хотя ты знаешь, ну, когда трибуны полупустые, тоже не особо, хотелось бы как можно быстрее, чтобы решился этот вопрос и пришли домой. Ну, как ты, наверное, знаешь, что у нас, да, позиция по фан-айди, то есть она твердая, жесткая, ребята серьезно принимали это решение, ты сам лично знаешь многих, и тут один выход, это если фан-айди будет отменен, мы вернемся на трибуны. Не, ну, все равно, мы даже, когда дома играли, всегда приходили болельщики, на выезде играли, еще больше приходили болельщиков, когда этого не ощущаешь и не видишь, то совсем, конечно, как бы обидно, грустно становится за сам футбол, за саму игру, что-то для болельщиков в первую очередь футбол. Ну, то есть для игрока, опять, будет очень важно, это важно, реально, очень важно, когда тебя гонит трибуна, поэтому еще раз к нас посмотрят, пожалуйста, прислушайтесь к этому, и фан-айди, но он не нужен в нашей стране точно, в нашем футболе точно. Потому что у нас футбол, не в обиду нашим игрокам, ну, вообще в России, но болельщики делают это в первом стадионе, объективно, то есть когда фанаты забивают трибуну, когда какой-то с дерби, там, перформансы, те же фаера, да, они, блин, просто у них там зажигается так в одном месте факел, что они несутся. Это как кубковый матч, кубковый матч, 3-2, когда Ларсен забил, помнишь, мы были в меньшинстве, и Ларсен забивает кубковый матч, 3-2 мы победили, тогда только за счет трибун парни говорили, что вытянут этот матч. Ну ладно, что, продолжим дальше играть, спасибо тебе вообще, что приехал, парни, ставим лайк, Андрюхе, мы переходим к пенальти, пограли. По три ударчика, один с закрытыми, глазами, один удар с закрытыми, а третий удар с слабой ноги, а у тебя две ноги сильные. Три из трех. Смотрел выпуск с Калиниченко, тот видел, что в итоге Макс проиграл, у него была со мной дуэль, сегодня по сути дуэли никакой нет, но я их оставлю за бортом кого-то одного точно. Какой-то самоуверенный, давай, на пятикаточку, что три не забьешь. А я не спорил, кстати. По мячу ногой пропадешь. Просто ноль, прикинь, ноль из трех. Но левая меня никак не подводила. Нет, 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 нет. Вот это да. Что, нужно исправлять положение? Чего? Поехали. Вот это да. Это по нэнго не было? Нет, нет, нет. Было честно? Нет, честно. О, ну Антона как отпустил. Догонять надо, ёлку. Так, у меня уже три, как у него, да? Закрытые сейчас. Так, я обогнал уже кого-то? Нет, я отпусти афтер, да? А, Андрюха, сейчас еще вопрос. Последний вопрос. У тебя же нет телеграм-канала, да, сколько я знаю? Телеграм есть, а канала нет. Канала нет. Были мысли создать его? Да, нет, но я мне как бы сейчас... Не до этого, не до этого. Но мы на всякий случай спросим у подписчиков. Парни, если хотите, чтобы Андрюха завел телеграм-канал, придумайте в комментариях название этого телеграм-канала. Мы, если понравится какое-то из названий, мы что-то поможем, Андрюхе что-то придумаем, что-то можно будет выкладывать. А победителя самого крутого названия мы благодарим каким-нибудь мощным подарком. И, возможно, да, Андрей Олегович уже в качестве тренера будет писать эту умную мысль. Может быть, там Артем Реброва будет так-то помогать. Ну, я думаю, что ты можешь. И Ребруха будет, наверное, больше писать. Реброва будем пять месяцев, да, чтобы он писал. Правильно, все, погнали. Так, парни, ну что, финальный раунд, который решит, кто будет выкладывать наказание. Кстати, пятого раунда вообще не было. Но если, блин, мы мужики, мы спартаковцы, мы фанаты, мы должны сыграть на пятый раунд. За пятый звездочек. Просто, чтобы дать тебе шанс. Я правильно понял? Давай, мечи тогда, я сделаю. Смотри, ты вот так стоишь спиной, поворачиваешься. Телефон. Помогай мне, да. Я тебе буду кидать там в лево или в ка. Я вам его должен добить. Ну, конечно. Друзья, и еще очень важное задание для вас, для наших подписчиков. Кто вам больше всех понравился из участников по мастерству, пишите в комментариях, потому что один из призов достанется кому-то из нас по вашему желанию. А какой будет приз, будет чуть позже. Поэтому слите за каждым. Все, давай. Давай, блин, все, еще пошла. Так, тебе надо хотя бы не забить. Быстрее, там уже... Так, Андрюк, готов? Билый, билый, билый. Ну-ка. О-о-о-о! Баспалка. Бесподи, терпидачка вверх не заби. Теперь давай, в 90 минуту матча. Давай. Старат, открыли совет. Ага. Финал Кубка России. Это головой 24. Ли, давай, Андрюша. То есть теперь, смотри, если я забиваю хотя бы один, мы с ним сравнимимся. Да. Если я забиваю два... Ты его обходишь. Пробно считается, если я забиваю? Нет. нет если нужен пробный, может быть тебе не нужен пробный а мне не нужен пробный все, два удара какой мне пробный, брат? куда я? хорош вы видели вообще, какие залетают сегодня пробный 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 какой вам? свою жопу и основание не факт ну что, мы теперь решаем кто из нас да нет, пенальт слишком просто ну давай по пенальте и тогда что, решим ставлю пятихатку против Сереги я же ни одного пенальти не забил ты и сейчас не забьешь ты и сейчас не забьешь давай два ну что, друзья 4 точки 0 я проиграл всем спасибо, кто посмотрел на твой пенальти на твой пенальти на твой пенальти спасибо, Андрей желаю вам тоже, друзья не заболей самое вкусное в этом выпуске, что мы для вас подготовили это розыгрыш, который мы будем проводить сразу в нескольких социальных сетях ну что же, Василий давай и первый лот нашего так скажем розыгрыша это подарок Андрею Вещенко Андрей, мы не могли оставить тебя без столов конечно магазин Frateria Shop атрибутики и одежда для красно-белой братвы спасибо огромное нашим друзьям, которые нас поддерживают ты показываешь что там, это очень нужная вещь а это очень нужная вещь банный набор банный набор можешь с этим чемоданом на тренировки ездить на заездах буду в них ходить и угадай что там еще полотенце и полотенце класс пара, спасибо тебе, что приехал спасибо за то, что ты вообще разбавил нашу скучную вечеринку Андрей, прежде чем мы покажем нашим зрителям, что мы будем разыгрывать в их социальных сетях может быть ты нам что-то подготовил? я просто не знаю готовил, конечно, я свои именные буты, которые у меня есть со знаком сборной России подгоню вам, а вы там разыграете мы их разыграем, сейчас мы покажем фотографию я так понимаю, Андрюха просто их забыл с собой взять завтра у него их забираю я завтра отдам а просто завтра должен был отдать? не он забыл поторопился ладно, друзья, вот эти бутсы, которые сейчас видите на своем экране мы их разыгрываем у себя в социальных сетях вы увидите в нашем телевом канале всю информацию а также мы подготовили две футболки Андрея Ещенко этого сезона еще когда играл Ещенко 38 с автографом это одна футболка один уже есть собственно, это у нас вторая футболка значит, смотрите, друзья одну из этих футболок вы должны выбрать в комментариях кому мы ее подарим ну, тебе она не нужна, наверное, не нужна мы ничего не подарим мне не нужно, потому что я проиграл соответственно, выбираем из трех красавчиков либо мы дарим Паше вы выбираете, пишите в комментариях если Паша, значит, Паша забирает эту футболку если Антон, значит, Антон если Папен, значит Папен, значит, Антон короче, голосуем в комментариях выбираем, да ну, а вторую такую футболку мы разыграем у наших друзей Тревеллинграут наши братишки, которые нам помогают всячески развиваться за что им огромное спасибо вся информация будет в нашем телевом канале где будут розыгрыши в каком виде и где их можно будет найти а вам, Игорь, еще раз спасибо, братва вам спасибо за просмотр это был Деник Фанатов всем удачи, спасибо до новых встреч короче, друзья наказание было такое, что мы набираем бочку полностью с водой 200 литров и проигравший должен был залезть в эту бочку на улице, на парковке и послезить 15 секунд за Спартак короче, не получается у нас налить полностью бочку на улице здесь мы это можем сделать но мы не сможем эту бочку вывалить туда 200 с чем-то литров ну, сами понимаете мне реально достать короче, мы оперативно все обыграли поскольку я проиграл мы решили сейчас холодненькой водичкой наполнить бочку по мере как его подняют и парнями меня я просто выливаю я стану по торстам буду, может быть футболочкой голова холодная что не понимали но все все это холодная вода туда льешь, это начинает горячее я прям вот там там так что включаем холодненький и это вода просто в душе так что не переживайте я думаю, что я не заболею там чуть-чуть ну бля ну сам факт наказания надо выполнить вода холодная, сами свидетели наливали без теплой ну что, не заряжаю, да? что-то за спарта британ, ты тут как бы заряжай не заряжай я просто давай 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 ну давай как говорится надо закаляться а где 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 как не у них фанат ну лейте что поделать бля 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 я выложу заказание да нет, давай еще одну я думаю, что достаточно что-то дубль неудачный бля ну извините ну тут друзья все я чист перед всеми я путеволюду бля бля р да все по-рубит фанат фана фана фанат фана фана Продолжение следует...